Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Николаевич, вот скажите, какова на сегодня картина заболеваемости в Гомельской области? В Гомельской области на 1 декабря проживает с ВИЧ положительным статусом 6780 человек. В последние 3,5 года в связи с введенным дополнительным дифференцированным скринингом, конечно же, отмечен рост выявляемости. Но это и обосновано, так как мы увеличили скрининг, отсюда и результаты. Но это было и необходимо. Поэтому сегодня мы пока что имеем рост. Олег Николаевич, если говорить о причинах, по которым заболевание распространяется сегодня в Гомельской области, вот какие из них самые главные, самые основные? В последние несколько лет, а это уже можно назвать десятилетия, начиная с 2004 года даже, половой путь инфицирования стал превалирующим. И по результатам 10 месяцев текущего года удельный вес половой путь инфицирования составляет 94%. А если говорить о возможностях медицины, о препаратах для ВИЧ-инфицированных, вот насколько они сегодня действительно могут помочь таким людям? Медицина и развитие медицины по проблеме ВИЧ-инфекции, в частности в вопросах лечения, сегодня не стоит на месте. Если в начале 80-х годов был один препарат, азидатимидин, сегодня это комбинация препаратов. И результат, будем говорить так, увеличилась продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных, ВИЧ-позитивных людей. Сегодня ВИЧ-инфекция из разряда неизлечимых заболеваний приобрела статус хронического. А может быть наглядно, на сколько увеличилась продолжительность? Вы знаете, где-то на десяток лет и более. Мы имеем сегодня такие случаи, когда более 20-ти уже есть в мировой практике, 30 лет живут и так далее. И это действительно достижение. К сожалению, пока что вакцины от ВИЧ-инфекции сегодня не существует. Ведутся многие разработки разного рода. Есть как бы вакцины, которые испытываются. Есть определенные результаты. Ведь вакцины есть и терапевтические, то есть лечебные. Но чтобы такой вот радикальной вакцины, которая бы защищала человека от ВИЧ-инфекции, на сегодняшний день пока что нет. Расскажите, сколько с начала, скажем, этого года родилось детей от ВИЧ-инфицированных женщин? Вот за истекший период этого года 107 деток родилось от ВИЧ-позитивных матерей. Вы знаете, последние годы, вот 15-й год, 14-й год, мы не отмечаем случаев передачи ВИЧ от ВИЧ-позитивной матери своему будущему ребенку. Предыдущие годы были, да. Были случаи. Ну, я так понимаю, что существуют какие-то правила, которые должны знать и соблюдать любая женщина со статусом ВИЧ, чтобы родить здорового ребенка. Расскажите, какие это правила? Ну, вы знаете, даже ВИЧ-позитивной беременной женщине, как и любой беременной женщине, в первую очередь нужно слушать своего доктора. Те рекомендации, которые он выдает. А плюс ВИЧ-позитивной беременной женщине нужно ведь еще соблюдать график и прием противовирусных препаратов. Это очень важно. Почему? Потому что своевременный прием препаратов, не прерывая этот курс профилактики, таким образом мама, будущая мама, она профилактирует передачу ВИЧ своему будущему ребенку. Это женщина должна понять. И в большинстве случаев в последние годы мы наблюдаем действительно понимание со стороны ВИЧ-позитивной беременной женщины, которые планируют беременность, у которых есть беременность и так далее. А скажите, а где вообще сегодня можно пройти тест на ВИЧ? Можно пройти в любом лечебном учреждении Республики Беларусь, где есть процедурный кабинет, где возможен забор крови. Олег Николаевич, скажите, а возможно ли такое, что в ближайшем будущем в наших аптеках появятся, скажем так, как индивидуальные какие-то экспресс-тесты на ВИЧ, которые может купить любой желающий, прийти домой и вот там проверить свой статус? Сегодня используются экспресс-тесты во время проведения акций каких-то. Допустим, вот была акция, касается всех, даже кого не касается, если вы помните. Вот там используются экспресс-тесты. Они закупались целенаправленно. Я думаю, что в ближайшее время не появятся. Насколько это будет оправдано? Я думаю, что это будет оправдано, но никто не запрещал эти тесты, они не запрещены. И это, в принципе, решает аптечная сеть. Если ей это выгодно, она это дело реализует. Но, по большому счету, мы не против этого. Наоборот, население должно быть мотивировано на то, чтобы знать свой ВИЧ-статус. Но хочу предупредить, что экспресс-тест, его нужно воспринимать, ну, как бы, философски. Если даже положительный результат, то нужно потом все-таки дообследоваться. Прийти к нам на улице Моисеенко, 49, в отдел профилактики ВИЧ-спид и обследоваться уже на других тест-системах. Что ж, спасибо вам большое, что вы нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста.